всем здравствуйте продолжаем наш кофейный так сказать трёп о заточке ну и не только заточки просто высказываем свои мысли на эту тему сегодня хотелось бы поговорить о следующем о изготовлении о самостоятельном изготовлении точильных камней в одной советской там книжке по моему еще там что-то типа там тысяча советов домашнему мастеру да нашел интересный довольно таки рецепт изготовления именно точильных камней так вот рецепт звучит примерно так то есть первое мы берем две части портал цемента и смешиваем это дело все с абразивом с одной частью абразива второе соответственно мы смешиваем это дело все с водой да и заливаем форму и после того как камень подсох то есть мы сушим его 12 дней почему 12 дней я не знаю я просто говорю то что я прочитал да и третье мы берем одну часть медный купорос смешиваем его с одной частью цинкового купороса и обрабатываем получившийся у нас брусок то есть при этом получаем довольно таки крепкий и хороший камень точильный именно искусственный насколько это применимо я не знаю но это можно попробовать немножко подумав да и там туда-сюда 5 10 там я несколько изменил этот рецепт но я не говорю что это панацея я говорю может быть это я не прав буду но у меня возникла следующая мысль такая такого плана плана то есть что мы делаем первое то есть мы берем две части портал цемента да добавляем абразивов много да то есть принципе приобрести это не проблема одну часть абразива да и при этом добавляем еще одну вторую части извести гашеной извести далее что мы делаем мы готовим раствор из вот этого из всего и заливаем форму но при этом в раствор то есть в жидкости которую мы будем разбавлять этот раствор да мы добавим немножко жидкого стекла для чего для того чтобы уже изначально упрочнить то есть жидкое стекло плюс вода да уже сразу и упрочнить наш будущий так сказать камень при этом мы делаем такую кашеобразную массу и перемешиваем это дело все в течение двух минут именно в чтобы цемент соединившись частицами абразива да он мне не начал кристаллизоваться и не начал уже расслаиваться то есть две минуты помешали и заливаем форму заливаем форму это дело все третье сушка можно использовать те же самые вот эти вот 12 дней высушивать наш кирпичик в течение 12 дней можно конечно попробовать загнать его в какую-нибудь печь для сушки конечно если он не треснет там или не знаю я просто рассказываю как бы свои ощущения и четвертое закаливаем этот наш точильный камень что мы делаем мы берем и получившийся у нас кирпич да мы опускаем его в раствор железного купороса что происходит железный купорос вступает в реакцию с известью в результате у нас камень становится твердым и прочным он перестает вообще сыпаться но тут есть один нюанс тут можно переборщить со временем да и тогда камень может стать хрупким я не говорю что я это пробовал я просто хочу попробовать вот эти два варианта но у меня в данный момент не хватает немножко времени и если кто-то из вас попробует у него получится то почему бы и нет попробуйте может быть выйдет и глядишь вы станете великим производителем хороших точильных камней и здесь вот еще вот на этапе смешивания есть один момент по идее бы конечно нужно делать вибростол чтобы из раствора получившуюся вот из смеси получившийся с водой жидким стеклом и вот этими частями да препаратов ну хотелось бы слегка это протрясти потому что удалить воздух потому что на некоторых камнях можно видеть особенно вот из оксида алюминия пузырьки пузырьки воздуха то есть камень заливался и так и застывал не знаю насколько это будет сказываться на заточки что ли но все равно как бы хочется ровную поверхность правильно ну что принципе все что хотелось мне сказать думайте дерзайте и все у нас получится все всем спасибо до свидания